Друзья, советую вам подписаться на канал парня, который ставит цели и добивается их, не глядя на государственную работу. Успевает всё параллельно, впереди запускает продукт и меняет свою жизнь в лучшую сторону. Поэтому следите за ним, так как если он не запустит свой проект, то подарит вам 100 долларов. Все подписываемся, ребят, ссылка в описании. Всем привет, друзья, собираюсь тут на море, блин, жарко на улице опять, смотрю Жорика Вартанова, пока собираюсь тут, вот, довольно интересно сделали. Начали все звёзды переходить с телевизора на ютуб. Ну, понятно почему, потому что на ютубе свобода есть, никто на тебя не давит и всё такое, а на телеке такого нету, ты под прессингом всегда. Нельзя что-то говорить, нельзя что-то там делать и так далее. Вот, поэтому сейчас опять, ребят, хорошая погодка на улице, пойдём вот, куда мы пойдём? Мы, точнее, поедем, шашлык, наверное, есть и ещё поедем на море. Я вот взял вот эту штуку от камеры и будем купаться там, прикольные штуки снимать. Короче, смотрите. У меня, короче, никогда не было желания работать на кого-то, то есть это самое мерзительное, что может быть для меня лично. То есть работать на кого-то дядьку. Я всегда хотел работать лично на себя, я там пытался в Арифлейме работать там. И вот, самое лучшее, самый мой лучший выбор это в ютубе, естественно. Поэтому, если вы ещё не в ютубе, то давайте, регайте, снимайте видосики, потому что сейчас все ютуберы, все, просто каждый человек. Единственное, конечно, здесь конкуренция тоже огромная. Ну и талант нужен, харизма нужна. Так что, если вы харизматичный и талантливый человек, то вам не будет как бы тут сложно. А вот и Женёк на своих больших колёсах приехал. Здоровый человек, колесо большое. Привет. Думал, шашлыки поедем хавать. Женёк сказал, типа, слишком далеко, это 20 километров от нашего города. Он говорит, там вкусные шашлычки, но они поехали. Приехали на пляжик, сейчас пойдём что-нибудь похавать купим. Взял вот такую здоровую булку, думаю, ещё творожков взять, чтобы похавать. Женёк сказал, что вот в эти сырки кидают 25 килограмм какого-то кокосового масла. Кокос пальмового. А, пальмового. Ну, короче, 25 килограмм жира. У меня работает приятель на заводе, где производит, короче, молочную продукцию. И вот он рассказывал, что когда изготавливают молочные сырки, вот в чан с этой жижей кидают 25 килограмм жира. Ну, короче, это вредно. Я прочитал настоящее название, это называется пальмоядровое масло. И даже не написано сколько, походу весь сырок состоит из него. Вот такие вот дни у нас очень редко, поэтому нужно ловить. У нас, наверное, за всё лето где-то 5 тёплых дней. Вот сегодня один из них. Сейчас посмотрим, какая вода. Вчера тоже был такой день. Вчера, да, тоже. Это второй был. И завтра будет. Вот ещё три дня для нас осталось. И завтра будет. А и все эти три дня я выхожу работать в дневную смену. Да, вода попрохладнее сегодня, поэтому людей меньше купается в три раза. Будем ждать Санька, пока он нам даст серф-доску. О, вон там, если видите, араб катается на серф-доске. Это Санёк. Он нам даст покататься, наверное. Ту-ту-ту-ту-ту. Ребят, простите, пожалуйста, я вас кидаю в море. Да ладно, не ссыте, всё нормально, я с вами. Она тяжёлая такая. Ребят, извините, мы вами поиграем ещё немножко. Эй, здорово, как сами? Ты не набрасываешь немного. Ну чё, как сами? Йо-йо, негас. Ну чё, вы не утонули? Главное, короче, всегда быть в очках. Даже в море, даже везде, короче. Главное быть в очках. Они защищают вот от таких похищений. Даже глаза не надо закрывать. Женёк меня грязью обкидал. Сейчас Женёк попробует стойку сделать. Никогда не делал, да? Давай, попробуй. Ну и то, что он не боится уже вот вставать, это уже успех. Короче, чтобы стойка получалась, нужно её тренировать каждый день. А я так тренирую раз в два месяца, когда делать нечего. Здорово, пацаны. Закопали тут Женька. Смотрите, достопримечательность. Все ходят, угорают, короче, с его маленького писюна. Хоть в жизни банки будут здоровые. Сиська вон одна почему-то выросла. Вторую ампутировали, походу. Вторая сейчас подкачается. Вторая ещё подкачается. Я решил Женьку немножко исправить ситуацию. Ну-ка, давай-ка, сделай сиську. Подожди. Блин. На, прикрепи ему. Ай, не втыкаешь. Ты ему в настоящее, походу, втыкаешь? Хорошо. Так, вот теперь вы можете видеть настоящего мужика. Давай, вставай. Какие люди приехали. Какие люди приехали, смотрите, ребят. Здорово. Мы с тобой вроде виделись, да? Ну что, Санек, как дела? Готов искупаться? Искупаться, конечно. Погнали. Вон там, Женек купается. А вон там, Лёшка спит, а? Ну да, с женой. А, да ладно, Женек с женой? Да. Ну мы второй день сегодня уже здесь. Нынешняя форма Санька. Если надо будет работа, ну, полегче. Где кубики, Саня? По деньгам не потеряешь. Ты умеешь чем-то? Ты умеешь чем-то? Ну смотри, бегать можешь. Сука. Походил, походил. Пацаны могилу там копают, видите? Мы поехали отсюда, чтобы в могилу не лечь. Я вернулся. Ну, ненадолго вернулся, только на два дня приехал. Короче, нашел работу. Приехал. Было ужасно. Нас выгнали с первой квартиры. Потом так получилось, что я наконец-то нашел работу. Работал на стройке. Но я до сих пор работаю, в принципе. Работа. Экстра, 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 мега, супер, гига, нано. Я не знаю, как это назвать. Короче, тяжелая, блядь, тяжелая, блядь, пиздец. Просто пиздец, ребята. И в итоге я нахожу квартиру нормальную, куда нам ехать. Но она только через месяц. Поэтому неделю я жил, короче, в машине. Я, блин, не знаю. Но я тебе, может, если есть фотки, я тебе скину фотки, как я спал. Я там разложу в багажник, короче. И в итоге спал сначала в багажнике. Потом мы спали у какого-то встонца, блин, дома. Короче, не знаю, в какой-то социальной квартире тоже трешак. А потом мы поехали в... Как называется эта фигня? Потом переехал к девушке, и мы там спали на матрасе. На полу. Как называется эта фигня, девушка? На полу, я не знаю. На полу под столом мы спали. И получилось, что... Короче, нас во вторую ночь спустило от раза надувной. И в итоге я спал. И полночи смеялся, потому что я каждый раз просыпался и слышал, как девушка ругается матом. Она дырку пальцем держала. Матрасе надувном. Серьезно? Присыпать, он сильно очень громко. Он такой... И он такая... Заткнул, а я спать лег. Вот такая вот фигня, короче, ребят. Ну, как-то вот так. Давайте вы там напишите в комменты... Это... Типа, пускай Артур ко мне пригоняет. Сняли квартиру, все нормально, но делать нехрен. С выходных. Приедешь? Посмотрим. Нет, ты приедешь. Давай, пообещай на камеру голову. Да он стопудово. Он тут за камерой, знаете, говорит, бля, он говорит, стопудово. Приеду, просто отвечаю. Если не приеду, то это просто вообще все. Штанга окажется, так сказать... Будет такой с тропильной штангой просто. Саня, короче, месяц не занимался. Вот мы приехали на турнички и брусья. Сейчас он попробует сделать на максимум в одном подходе подтягивание. Причем, посмотрите, форма. Ну, да, я уже показывал. Никакующая форма. Ну, там свет был, там не так видно. А, да. Чтобы вам не выпендриваться, не говорить, я месяц вообще не занимался. Работал просто на стройке. И я за месяц вот сходил. Неделю назад я один раз был в зале. И то я делал в основном грудь, я уже пожать пытался. То есть я не тренировался вообще. Ну, давай. Дальше будут нечистые. Ну, я дальше буду. Ну, неплохо. Но ты когда в форме был, ты 25 делал, да? 25, 27. Теперь брусья на максимум. Брусья еще интереснее пойдет, потому что, блядь, айц, вокоть болел. Сейчас чувствую себя хорошо, кстати. Я выспался, в принципе, сегодня накушался. Хорошо, так было. Еще вес где-то 75. Дальше. Не плохо. Ну что, друзья, на этом влог заканчиваем. Ставьте лайк обязательно. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на группу Марафона, потому что он уже скоро. И увидимся в следующем выпуске. Пока!